Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях заместитель главы городского округа Люберца, начальник управления образованием городского округа Люберца Виктория Юрьевна Бунтина. Здравствуйте! Добрый день! Давненько вас не было в нашем эфире, но мы, как правило, встречаемся в те времена, которые связаны прежде всего с образованием. Это перед первым сентября и так далее. Но сегодня год фактически только-только начинается, хотя мы уже находимся во втором месяце. Но мы помним, что прошлый год был годом педагога и наставника. И нынешний год объявлен годом семьи. Я так понимаю, что, в принципе, мы тот год не забываем, а переходим во что-то новое. Так? Ну, на самом деле, так и получается. Все наименования или вот те указы, которые издаются на уровне президента Российской Федерации, они прежде всего направлены на социальную сферу. И год педагога-наставника, и год семьи – все эти понятия очень взаимосвязаны между собой, потому что в рамках года педагога-наставника мы непосредственно чествуем учителей, мы смотрим на состояние дел, которое есть в педагогическом сообществе, принимаются определенные нормативные документы на уровне правительства, поддержка осуществляется и так далее. Ну, большее внимание, скажем, уделяется. Но педагоги связаны с семьями, потому что они обучают, воспитывают в детских садах, в школах. И в любом случае они задействованы в общении с родительской общественностью, с детьми непосредственно. Поэтому два этих года, они на самом деле очень плотно между собой связаны. И так думаю, что также пройдет год семьи 2024 продуктивно, как прошел год педагога-наставника. У нас много было разных событий непосредственно в год педагога-наставника. Это, конечно же, были и конкурсы профессионального мастерства. Недавно были у нас победители. Конкурсы педагога года именно 2024 мы провели в конце января. Мы традиционно завершаем этот конкурс и финал проводим в январе. С тем, чтобы подать лучшего кандидата на участие в региональном конкурсе. Ну и дай бог, есть... Мне кажется, у нас очень хорошие кандидаты. У нас прекрасные кандидаты из года в год. И я хочу отметить, что они совершенствуют свою деятельность. Каждое учреждение, каждая школа, каждый детский сад год от года становятся все более выступления продуманными, такими глубокими. Ведь вот то, что мы видим на картинке, на сцене, скажем, в финале, это полдела. Половина только того, что было пройдено этими педагогами. В этом году приняли участие у нас 35 человек. Причем 14 было дошколят из детских садов воспитателей, ну и 21 учитель. Разные были специальности учителей, гуманитарии, естественных наук и так далее. И вот воспитатели достаточно молодые все. Четверо мужчин у нас участвовало в конкурсе. Конечно, было очень приятно наблюдать именно тенденцию, что идут в образование мужчины, молодые люди. То, чего раньше не особо шли. Но вы знаете, вот сейчас, наоборот, такая тенденция, причем даже не всегда с педагогическим образованием. Люди из других сфер переходят на работу в школу, ну, в школу в основном, конечно же, и приносят свои знания, свой опыт детям. И это, на самом деле, очень приятно. Ну, и тут, наверное, еще играет роль и талант, потому что вот у нас был учитель года 20, в Люберецке 20-24, и воспитатель года. И, насколько я знаю, воспитатель года, она действительно вот из бывших, как говорится, других профессий, которые вдруг решила стать даже не учителем, а воспитателем. Это вообще такая очень сложная профессия. У меня вопрос, опять же, отталкиваясь от года педагога и наставника, и переходя в год семьи, два основных направления, когда мы занимаемся детьми, это образование, ну, когда мы даем знания, 2 плюс 2 равно 4. Но вторая часть – это воспитание. И если в образовании мы предполагаем, что папа с мамой тоже знают, что 2 плюс 2 равно 4, но не всегда могут взять там квадратный корень из чего-то, подзабыли, то воспитание – это, наверное, совместное такое производство. И поэтому вы правильно говорите, что семья на сегодняшний день играет огромную роль. Насколько вот вы, как представитель образования, заинтересованы в том, чтобы родители, приводя детей в школу, не думали, что вот мы привели, и теперь пусть ими занимаются. И чья-то ответственность. Вот этот вот, скажем так, совместный мостик, как он работает в нашем округе? Ну, не просто так ведь считается, что первые педагоги, первые учителя для ребёнка – это мама и папа. И все те члены семьи, в которой родился ребёнок. Конечно, азы воспитания, они закладываются уже в семье. И только потом ребёнок поступает на воспитание в детский сад, принося из своей семьи что-то, и, конечно, усваивая те знания, которые даёт воспитатель. Ну и дальше переход идёт в школу. И если между школой, между детским садом и родителями не установлен этот тесный контакт, нет взаимопонимания, то это, конечно, несёт за собой большие неприятности. И прежде всего это навредит ребёнку. Он не сможет определиться, правильно ли он выбрал свой путь и в дальнейшем профессию и так далее, потому что дальше всё равно взросление будет этого ребёнка. А если есть тандем между школой и родителями, то, соответственно, есть и понимание того, зачем мы привели именно в конкретную школу этого ребёнка, что мы хотим, чтобы дали учителя, какие знания, чему научили. Ну и дальше, чтобы вот с помощью, опять же, и педагогов, и родителей правильный был выбор за самим ребёнком. Но это не только профессии. Это, конечно, уже, ну, как бы, понятно, будет ребёнок взрослеть, будет его желание определиться во взрослой жизни, но прежде всего он должен усвоить азы общения в обществе, чтобы была правильная такая социализация ребёнка, чтобы безболезненно прошла. То, что семьи тоже бывают разные. Бывают, ну, с очень хорошим достатком в семье материальном. Бывает, что и недостаток какой-то есть. Есть такие семьи. Но школа, детский сад не должны ни в коем случае вот в этом плане деление какое-то допустить. Ну да, это всё единое такое должно быть. Здесь идёт единое, да, сообщество, детское, родительское сообщество и учительское, конечно. Ну, и мы знаем, что и глава городского округа, и депутаты, и просто самые разные профессионалы, которые были здесь у нас в студии, рассказывают о том, что действительно мы видим появление и спортивных учреждений для детей, и для дошкольного образования масса направлений. Есть платные, безусловно, ну, как мы говорим сегодня, вне бюджета и бюджета и так далее. Но действительно есть ощущение, что всё время открываются новые учреждения для какого-либо образования. Вот давайте мы всё-таки такой, опять же, мостик, 23-й год. Там и тоже у нас открылись школы новые. Вот расскажите об этом. И что готовится? У нас каждый год открываются учреждения в большом количестве. Мы открыли в прошлом году 4 детских садика, одну школу новостройку запустили, это на улице Урицкого. Раньше, до 2019 года, на этой улице была школа номер 13. Это было достаточно уже возрастное учреждение, и его пришлось снести для того, чтобы построить большим объёмом, большей мощностью учреждение. Сейчас эта школа на 825 мест, но уже она заполнена на 100%. Уже маленькая. Да, уже весь микрорайон, который рядышком расположен, конечно же, обучается конкретно в этой школе. Школа очень красивая, интерьер, внутренние. Что называется, как для себя, да? Для себя, и настолько хорошие качества, настолько там приятно находиться, очень комфортная школа для пребывания. Есть великолепная столовая на 450 мест, есть актовый зал тоже на 475. То есть все условия, спортивные залы, классные комнаты, оборудованные современным интерактивным оборудованием в том числе. Поэтому учиться в этой школе очень приятно. И мы ее открывали планово на 1 сентября. И на сегодняшний день, вот я буквально недавно была в этом учреждении, потому что новостройка всегда беспокоит, как она себя пойдет в первую зиму, например, какие системы там инженерные сработают, нет ли. Пока вот в этой школе, в штатном режиме, все работает. Но самое главное, мы смогли на это количество детей, на большое количество классов, привлечь педагогов. Всегда есть опасения, придут ли работать люди. Дети-то придут, потому что микрорайон, строящийся, и даже не очень, если строящиеся, в старых домах проживают семьи. А будут ли у нас учителя? Для школы новостройки важно не просто принять учителя и закрыть тем самым, в штатном расписании, в тарификации галочку поставить, а чтобы пришел тот учитель, который в современных стенах смог бы дать современные знания. Вот я предлагаю об учителях. Во второй части мы поговорим, потому что, конечно же, всегда, когда вы к нам приходите, мы поднимаем этот профессиональный вопрос. Я думаю, что надо его отдельно выделить, потому что наверняка даже те, кто смотрит нас сейчас, родители, бабушки, дедушки, дети, студенты, которые будущие студенты в этом году, они встают перед выбором профессии, куда идти. Перед этим я хотел бы вернуться еще к теме мест для образования. Мы знаем, что городской округ Люберцы растет не по дням, а по часам буквально. И возбудятся огромные, невероятные уже у нас жилмассивы. Микрорайоны расстраиваются. Развязка. В общем, мы прекрасно понимаем, что Люберцы рядом с Москвой, один шаг – это и в Москве. И многие здесь просто живут, для того, чтобы работать в Москве. Но в любом случае количество семей растет, растет количество детей, тем более все программы, направленные на заинтересованность молодых семей, рожать побольше детей. То есть успеваем ли мы сегодня с введением новых учебных заведений? Но вы знаете, каждый микрорайон, который строится в любом случае, в первую очередь нацелен тот застройщик, ну и в первую очередь администрация городского округа, на то, чтобы социальная инфраструктура в обязательном порядке была обеспечена именно к моменту уже заселения этих домов. Вот, например, в 2024 году нам предстоит большая работа по вводу школ новостроек. Мы их будем вводить пять. Пять школ новостроек. Всего мест будет 6 170. Вы понимаете, какая-то армия... Это маленький город. Конечно, должны будут там и дети будут, и, соответственно, будут педагоги. У нас будет также порядка шести детских садиков. Ну, каждый садик имеет мощность где-то от 200 до 360 мест. Это тоже очень серьезная заявка на то, чтобы в каждом микрорайоне убрать очередь очередности, чтобы не было вовсе для детей. У нас она сохраняется именно в тех топовых микрорайонах. Ну, мы их называем иногда так фонящие микрорайоны, где очень много молодых семей, и чаще всего это многодетные даже семьи в новых микрорайонах. Вот там немного еще ощущается такая напряженность. В целом по округу очередности на сегодня нет. Но мы же понимаем, что если есть поселок мирный, например, не поедут родители, не повезут ребенка в Люберцы, если только они не работают где-то по дороге в Москву, чтобы можно было бы ребенка завести в конкретный садик. Мы должны дать именно в Мирном путевочку в детский сад. А там пока вот у нас есть небольшая проблема. Это же здорово. Есть над чем работать. Конечно. И вот в этом году мы в том числе и в этом поселке, в этом микрорайоне тоже получим новый объект. И я думаю, что постепенно все равно эта ситуация выровняется, и все будут обеспечены как местами в детских садах, так и в школах. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях заместитель главы городского круга Люберцы, начальник управления образованием городского круга Люберцы Виктория Юрьевна Бунтина. Продолжим, как мы и говорил, поговорим о профессии. Что же такое сегодня педагог, насколько она популярна. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня говорим об образовании, о семье, потому что год семьи. И, конечно же, приятно представить студию нашу гостью. Это Виктория Юрьевна Бунтина, заместитель главы городского круга Люберцы, начальник управления образованием городского круга Люберцы, который приходит к нам довольно часто, но в последний раз мы видели ее не так близко. Пришлось поработать, потому что открытие новых, как мы понимаем, учреждений заставляет вас приезжать, проверять, контролировать, все ли батареи работают, все ли питание как положено организовать. Но давайте поговорим все-таки о самом важном, потому что педагог – это же для любого человека, у всех у нас были педагоги, и, в общем-то, человек учится всю жизнь. Где-то это в виде наставничества, где-то в виде тренера, где-то в виде такого, знаете, пожизненного воспитателя. Но мы знаем и такую проблему, чего же греха таить, что в Москве это проще педагогу, наверное, и деньги побольше. Как привлечь сюда не просто педагога, который получил диплом, а чтобы он был хорошим педагогом? Да, вот близость к Москве, нашего городского округа, конечно же, нас иногда расстраивает, в плане того, что даже молодые педагоги и не очень молодые, приходя в округ, получив определенные какие-то преференции для себя, в том числе аттестовываясь на определенную категорию, дальше выбор оставляют за московской школой. Но это связано, конечно же, с разными бюджетами, мы это все прекрасно понимаем, и заработные платы в Москве на порядок они выше, нежели заработные платы в Подмосковье. Но, тем не менее, этот процент уходящих учителей из Люберец конкретно, он минимальный. Ну, это жизнь, это нормальное явление, человек выбор всегда имеет. Немножко на медицину туда похоже, тоже врачи иногда уходят. Да, такая же была ситуация с медициной, но на сегодняшний день вакансий, как таковых, открытых в системе образования у нас нет. Ну, потому что мы где-то увеличили нагрузку на действующих учителей, где-то приняли молодых специалистов. Каждый год мы озадачиваемся этой темой, чтобы не допустить ни в коем случае острого дефицита кадров и привлечь именно профессиональных специалистов. Что делается? Во-первых, это целевые договоры с вузами, с профессиональными, такими педагогическими вузами. Это наш бывший Московский государственный областной университет. Сейчас это университет просвещения. Дает нам тоже очень много специалистов. Но в основном, если директор понимает, что у него складывается вакансия в конце учебного года, ну, где-то март-апрель, вот в это время выезжает непосредственно на нужный факультет к старшекурсникам и приглашает. Как правило, те молодые люди, которые заканчивают вуз, стремятся попасть на работу в школу. Мы им предлагаем, ну, конечно же, идеально, если это наши либеретские ребята, или рядом в соседних территориях, это идеально. Но вместе с тем есть меры поддержки для ребят, в частности, есть общежитие, есть выделение жилья под коммерческий найм, то есть чтобы бытовые такие проблемы уже решить до входа молодого специалиста в школу или в детский сад. Но иногда это очень важный момент, потому что вот само жилье... Ну, конечно, озадачивается, как это делать, где он должен снимать или что. И вот в год педагога-наставника рассматривался в конце прошлого года вопрос именно поддержки материальной педагогов. И в 2024 году на уровне губернатора Московской области Андреевича Воробьева принято такое решение, что каждый учитель, который приехал извне, из другого региона и не имеющий жилья в Московской области, но желающий работать на полную такую среднюю нагрузку в школе, может получить возврат, компенсацию денег за аренду жилья в сумме 20 тысяч рублей. Такая же политика была проведена несколько лет тому назад в области здравоохранения, и по этому же пути сегодня идет образование. Это очень хорошее подспорье привлечь сюда учителей. То есть, факт, человек практически может бесплатно жить. Да, да. Есть и жилье, например, 25 тысяч снимает семья, соответственно, 20 он получает от государства, от регионального правительства, заявив о себе на сайте РПГУ, соответственно, на госуслугах. И эта компенсация к нему приходит в виде живых таких денег. Это первая мера. Вторая мера, что мы еще на уровне как раз Министерства образования, правительства Московской области предпринято. У нас во многих территориях, но за исключением, я не буду говорить, что у нас слишком большая нагрузка учителей, бывает, что и 40, и 50 где-то часов в неделю, но это неимоверный труд, это надо иметь такое серьезное здоровье, чтобы такую нагрузку выдерживать. У нас средняя нагрузка по округу среди топ-специальностей, их 7 топовых специальностей, русский язык, математика, физика, химия, информатика и так далее, основные предметы, порядка 27-32 часов на неделю. Это нормальная нагрузка, даже несмотря на то, что там устные предметы и так далее, это средняя для того, чтобы и заработать деньги в материальном состоянии, как бы свое не ухудшить, а наоборот, привнести что-то в семью, ну и, соответственно, нормально работать, готовиться к урокам, чтобы оставалось время и так далее. Отдыхать. Да, но есть и складывается такая ситуация в школе, что бывает, увольняются математики, русский язык, литература и так далее, и возникает большая нагрузка на оставшихся педагогов, тогда директор может пригласить на работу педагога на ту среднюю нагрузку 27-30 часов, а тот человек, который уже вёл эту большую нагрузку, отдаёт часть своих часов, но в заработной плате он ничего не теряет, потому что эта школа получает грант от Московской области за каждого нового учителя по семи топовым специальностям выплачивается грант. На каждого учителя нового 80 тысяч рублей. Это неплохая заработная плата, это средняя даже по указу президента мы её и выполняем, но у всех она разная, заработная плата. Понятно, что и стаж работы, и сама нагрузка учебная, квалификации, всё это свою роль играет, но, тем не менее, на сегодня у нас ситуация достаточно стабильная в обеспечении кадрами. Немного тревожит тот вопрос, который я до этого озвучила. Мы возим 5 школ новостроек и 6 170 ученических мест, и ни много ни мало нам по топовым специальностям потребуется 230 человек. А вот как вы сейчас будете их выпускать? Вы куда-то отправляете? А всего 339 нам потребуется. Да, мы, конечно, и веерно рассылаем по сетям всевозможным заявки, это делают руководители тех учреждений, которые будут вводить новостройки. Мы работаем с этим вопросом с сентября 2023 года, как только поняли, что нам в следующем году вводить эти объекты. Частично уже мы вопрос решили. Кого-то мы возьмём из вузов, как я сказала, отработали уже со старшекурсниками, кого-то пригласили уже из регионов, из других территорий, обеспечиваем на сегодняшний день возможность предоставления жилья, выплаты, всё это озвучиваем. И я так думаю, что да, мы привлечём из регионов, или же даже своих, здесь вот близлежащих территорий, но у нас вариантов других нет. Мы должны будем обеспечить образовательный процесс. Но вот тут ещё такой вопрос возникает. Всё-таки человеческий фактор, качество педагога. Понятно, что звёзды всегда единичны, есть, скажем, такая средняя масса. Но так не хочется, чтобы родители привели своих детей, и им попался... Мы же понимаем, как для любого предмета, даже для будущего профессионального направления, не очень хороший учитель может поломать... Карьера может не составить учреждения. Конечно, конечно. Как вы проверяете их профессиональную прибуду? Знаете, мы в последнее время открываем новостройки как филиал или же дополнительный корпус уже действующего учреждения. Делаем это умышленно, чтобы коллектив пополнялся новыми педагогами, но вместе с тем уже тот коллектив, который работает, например, на первом корпусе, мог быть в роли наставников, тех людей, которые помогли бы молодёжи или новым людям освоиться на новом месте, и чтобы вся ситуация была под контролем. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили высококвалифицированные специалисты. Всем хочется всегда получить и высокие баллы на едином государственном экзамене, а кто за этим стоит? Конечно же, в первую очередь учитель. Хоть самообразование никто не отменял, многие родители говорят, ну вот мы самостоятельно. Это хорошо, но таких семей мизер, на самом деле, в основном, это учитель. Как вот он задаст темп в движении, в обучении, так и будет. А есть ли у вас какие-то контакты с различными вузами, а именно там с руководителями этих вузов, или с кафедрами профессиональными, проводите ли вы какие-то совещания? Потому что они же тоже должны получать от вас информацию. Вот что-то там не доработали, не доделали, программы какие-то новые. Работает целая система. Мы направляем свои заявки в университет просвещения, как я сказала. Есть у нас Орехово-Зуевский педагогический университет, ряд других вузов именно Москвы. Мы направляем заявки во все инстанции. Отклик, конечно же, имеется. В том числе этот банк данных по вакансиям, открывающимся на будущий год, он аккумулирован на Министерстве образования Московской области. Есть определенное управление, которое обеспечивает кадрами. И вот в этой взаимосвязи, бесконечных таких вот переговорах, онлайн какие-то совещания, мы решаем эти вопросы. Ну и двигаясь уже к завершению нашей программы, немаловажный тоже вопрос. Мы все говорим о хорошем, о приятном, безусловно, все для наших детей. Но дети же каждый год, ну как нас там, разные поколения приходят и так далее. Как вы считаете, изменился вообще подход самих детей к школе? Ходят ли они в школу? Любят ли они ходить в школу? Потому что, ну что там греха таить, разные же варианты есть. Есть еще такое слово буллинг, пока его не русифицировали. Есть непонимание, видим какие-то видео распространяемые, самых разных, как педагоги себя где-то неправильно ведут. И иногда это опять же может привести к тому, что для ребенка школа, ну, сами понимаете, не самый лучший вариант. Вот в этом направлении что делается? Ну, вы знаете, вот я часто бываю в учреждениях, часто бываю в школах, и всегда люблю пообщаться с детьми, как с маленькими, начальной школы, но и со взрослыми тоже. Посмотрите на самом деле на их реакцию, насколько они с удовольствием посещают учреждения. Я никогда не видела отторжения ни в глазах, ни во фразах тех детей, с кем приходилось общаться. Это просто были вот случайные встречи в коридоре, где-то на перемене, или заходила на уроки. Всегда я видела вот открытый взгляд, всегда дети с удовольствием находятся в классе, любят своего учителя, особенно вот интересно всегда на первых порах, где-то в первой четверти спросить, или сейчас вот у нас модули, это буквально несколько недель, знают ли они учителя, как они, семилетки, они же маленькие, кто-то идет на седьмом только году жизни, и тем не менее все хором отвечают, и как зовут учительницу, как они ее любят, и как они ее ценят, и так далее. Начальница пришла, да? Ну, я же не представляю, что там кто-то руководитель или нет, просто посторонний человек. И тем не менее реакции очень положительные на школу. Разговариваю с родителями в рамках разных мероприятий. Мы проводим профориентационные семинары, приглашаем родителей тоже, чтобы они послушали. Проводим разные родительские контроли в части питания, других вопросов. И вот всегда я слышу очень даже положительные. Есть, конечно, вопросы, которые надо последовательно решать, это норма жизни. Но есть семьи, которые именно нацелены только на семейное образование. Ну, там, где в семьях, например, есть педагоги, бабушки, дедушки, сами родители. Это другая социализация будет. Да, они считают, что ребенку нужно находиться именно в домашних стенах, не обязательно им ходить в школу. Но это таких семей небольшое количество. Понятно. Ну, давайте подойдем к завершению сегодняшнего разговора. Год о семье уже в полном разгаре. Мы плавно подходим. У нас будет и 23 февраля, и 8 марта. Ну, а там уже и набор начинается. Пора, когда записывать будут деток в школу. Детский сад. 1 сентября в детский сад и так далее. Вот что бы вы пожелали и педагогам, и всем, кто работает в школе? Потому что не только педагоги, это обслуживающий персонал. Как встретить этот новый год, год семьи? Ну, самое главное, встретить его в гармонии с собой. На самом деле, я всегда учителям, педагогам желаю, чтобы они никогда в своей жизни, проработав там маленькое количество лет, большое количество лет, никогда бы, чтобы они не разочаровались в своей профессии. И если выбрали эту стезю, быть учителем, быть педагогом, надо оставаться верным всегда своей профессии и оставаться в этой профессии до конца. На самом деле, это очень важно. Любить детей, прежде всего, тех подопечных, которых нам доверили родители, семьи, но и любить свою профессию. Вот так вот с любовью мы завершаем эту беседу. Заместитель главы городского округа Люберцы, начальник управления образованием городского округа Люберцы Виктория Юрьевна Бунтина, который выделал время специально для нас сегодня. Сейчас уже летит, что называется, на следующий объект, смотреть, как там идут дела. Мы желаем вам тоже в год семьи только успехов, и чтобы вот тот новый огромный пласт работы был заполнен и хорошими педагогами, и замечательными детьми, и очень правильными семьями. Спасибо большое. Всего вам доброго. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова